Мы продолжаем беседы, посвященные заключительным событиям исторической жизни израильского народа, описанным в Библии по книге Эздра, которая описывает обстоятельства возвращения израильского народа из плена Вавилонского. И остановились мы на том обстоятельстве возрождения книжной культуры, которая была неизбежна для тех условий, в которых оказался вернувшийся из плена Вавилонского израильский народ. Важным моментом при восстановлении храма, что стало главным делом израильского народа по возвращении из плена Вавилонского, важным моментом было следующее. К ним обратились за помощью жители, местные жители, самарийские жители, которые предложили им участвовать в строительстве. По логике вещей израильтяне должны были принять это участие, потому что своих всех было явно недостаточно, как чисто человеческих, так и материальных. Ну и просто заручиться поддержкой местного населения, того самого населения, которое позже во времена Иисуса Христа будут называться уже совершенно определенно самаряне. То есть тот самый народ, который оказался сюда переселен из Вавилонских областей и жил здесь все вот эти 70 лет отсутствия израильского народа, вот можно было заручиться его поддержкой хотя бы только ради того, чтобы не вступать с ним в конфликт. Но израильтяне категорически отказались пользоваться помощью самарян. Почему? Ведь казалось бы, вот мы так воспринимаем жизнь и современную нашу действительность, казалось бы, что любая помощь, предлагаемая при строительстве храма, она важна, нужна и должна использоваться. Но на самом деле нет. И вот, что именно так надо относиться к строительству храма и отражено вот в этом месте священного писания. Дело в том, что самаряне хотели помочь восстановить храм именно для того, чтобы подружиться с израильтянами, влиться, слиться. Они понимали, что они здесь пришлые, что они чужие. Вот. Они понимали, что земля это по праву, по правде, по закону Божьим предлежит израильскому племени. Они хотели заручиться поддержкой их, но при этом совершенно не хотели менять ни своих правил, ни норм, ни отношения к Богу, ни своих религиозных обрядов. Они хотели составить, так скажем, политический союз, но при этом ничего не меняя в своей жизни по отношению к Богу. Именно поэтому израильтяне им и не позволили принять участие в строительстве храма, потому что для народа, который вернулся уже сейчас из плена Вавилонского, для него принципиально важно именно духовное состояние тех людей, которые начинают здесь новую жизнь. Для них важно принципиальное исполнение требований, которые Бог предъявляет к народу, живущему на этой земле. Вот. А это касается и таких для нас мелочных сторон, обрядовых сторон жизни, как, например, отношение вот к иноплеменникам. В данном случае, чуть позже мы увидим, придет Эздра и потребует, чтобы все израильтяне, которые заключили брачные союзы с женщинами из иных племен, отпустили своих жен, потому что это против закона. Точно так же надо было относиться иначе и к духовному союзу с иноплеменниками, то есть с теми людьми, которые, хотя и не язычники, но вполне не стали частью народа Божьего. И стало быть, они не могут составлять духовный союз с Израилем. Они не могут стать единым с Израилем, а значит, они не могут быть своими Богу. Вот, так скажем, в парадигме ветхозаветного представления о народе Божьем это было невозможно. Но и сейчас это сохраняется, отношение, только это отношение касается не этнических, не национальных разделений, в первую очередь, а именно духовных разделений. Если и сейчас невозможен духовный союз, вот так скажем, с другими церквами, то есть вот то, что называется экуменическим движением, когда люди, оставаясь в своей системе ценностей, в своем вероучении, не пытаясь принять православные догматы, учения Троицы, учения Бевхаристии, они пытаются, хотят, тем не менее, претендуют на то, чтобы составить одно целое с православной церкви, это также неуместно, это также не принимается. Это раньше называлось, вот, таким нехорошим словом, унеадством. Вот, и действительно, иногда православная церковь искушается тем, что, вот, предлагается помощь какая-то в строительстве, в первую очередь, государственном или церковном, вот, материальная помощь, военная помощь, но в обмен на вот этот духовный союз. Иногда церковь перед этим искушением не могла устоять, как это было в 15 веке, во время заключения Флорентийской унии, вот, как это было, например, уже на территории нашего, вот, тогда еще российского государства, на территории, канонической территории Русско-Православной церкви, когда в 16 веке была заключена Брестская уния. Вот, действительно, такой союз заключался, но никакого правды Божьей в этих союзах не было. И вот, как раз, свидетельством того, что союз должен заключаться только тогда, когда какой-то человек, народ, какая-то общность принимает всю полноту духовной жизни, всю полноту именно той духовности, тех заповедей, тех заветов, которые хранит, вот, общность, какая-то некая общность, заключившая завет с Богом, будь то израильский народ или церковь. Всегда важно понимать, что это не человеческое образование. И в данном случае люди всегда должны думать не о том, что плохо, а что хорошо, а что угодно Богу и что не угодно Богу. Что Бог позволяет, что Он благоставляет и что с Его точки зрения считается неприемлемым. И вот по этой причине израильский народ не принял помощи самарян и в результате чего был поставлен в конфликт, в состояние конфликта с самарянским племенем, которое в конкретные пока никакие военные действия не вылилось, но очень много напряженности создало между ними. Особенно это было актуально во времена прихода в Израиль вельможи по имени Неемия, который вот стал строить стены Иерусалимские. Это первый аспект восстановления храма Иерусалимска, который показывает, что на самом деле, как выразил это очень емко и ярко апостол Павел, нельзя пить чашу Христову и чашу Бесовскую. Нельзя соединить то, что в принципе несоединимо. Если что-то воссоединяется, то это воссоединенное должно жить по закону Божьему, тому именно откровенному закону, тому закону, который возвещен в откровении. А второй момент тоже очень характерен для нашей церковной действительности. И он имеет место вот в той исторической давности времен восстановления второго храма. Дело в том, что, хотя это может показаться странным, но восстановление второго храма делалось за счет, так скажем, бюджетных средств, за счет государственной казны именно персидского царя. То есть регулярно, постоянно отчислялись определенные заповеданные царями суммы на закупку материалов, на содержание, определенное содержание людей, которые строят этот храм для выписывания им определенного пайка дневного. Все это финансировало за счет государственных средств. Хотя напомним, что персидский царь, он и язычник, и вообще фактически находится достаточно далеко от Иерусалима. Но вот тем не менее восстановление поруганного храма, восстановление израильской святыни признается государственно значимым делом, на это тратятся государственные средства. И определенные чины царской администрации, они следят за исполнением как раз вот этого финансирования, чтобы действительно вот это средства они поступали и именно тратились по назначению. То есть все то, что определяет, собственно говоря, бюджетную политику. И это очень важно. И понятно, что все в мире происходит по промыслу Божьему. И это действие государственной власти, персидской в данный момент власти, в рамках которых восстанавливается храм истинному Богу. Это ведь не только Бог израильского народа, это действительно храм единому истинному Богу. И вот Бог допускает, попускает и благословляет именно таким образом восстанавливать свой храм. Он требует от народа, чтобы они отвергли помощь самарян, но он не требует от народа, чтобы они отвергли помощь государству. И так и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и спустя всю двухтысячелетнюю историю церкви, церковь никогда не гнушалась помощью государственной власти, независимо от того, какая это власть. Вот в каком-то конкретном выражении для церкви всегда было важно, что это государственная власть, это власть, которая держит контроль в данном случае над каким-то конкретным государством, где живет, растет церковь Христова. Церковь, то есть как общность людей, живущих заветами истинного Бога. И вот действительно это очень интересный, очень важный урок, который, понятно, что не вчера и не позавчера началась полемика, в которой одна сторона утверждает, что церковь никаких отношений с государственной властью иметь не должна, что это просто греховно. На самом деле, даже в Ветхом Завете, и вот в очень Ветхом Завете, во времена возвращения израильского народа из плена Вавилонского, и принимая во внимание отношения Иисуса Христа к некоторым аспектам государственной власти, принимая в отношения слова апостола Павла, и просто потом, исследуя всю историю церкви, видим, что церковь всегда принимала помощь государственной власти. Были подвижники благочестия, которые могли не принять помощь какого-нибудь купца или боярина, который, по их мнению, по их свидетельству, был вот либо неправдой нажил свои деньги, либо жил в очень, ну, нехорошей нравственной ситуации, то есть грешил очень много. Но если эту помощь предлагала государственная власть в лице князя, императора, царя, сановника, губернатора, эта помощь всегда принималась, и никто не пытался ни в чем государственную власть упрекнуть. Это считалось дозволенным и Богом благословленным делом. Вот это очень важно понимать. И то, что в наше нынешнее время очень многие храмы действительно самым буквальным образом и построены, и финансируются на бюджетные деньги, это нисколько не умаляет достоинства этих храмов. На самом деле, и вот всегда важно помнить, что второй храм Соломонов, тот храм, в котором некогда будет свершаться, вот, и определенная часть служения Иисуса Христа, вот он был построен тоже на государственное финансирование. Вот, но в этом есть, в конце концов, и просто обычный человеческий здравый смысл, потому что, ведь, эта же власть его и разрушила, первый храм, построенный Соломоном, вполне уместно было как-то поучаствовать и в восстановлении этого храма. И таким образом, в 516 году, до Рождества Христова, храм, второй храм был построен, восстановлен. Было совершено обновление этого храма, освящение этого храма. При этом устроены, разумеется, праздничные, как бы мы сказали, гуляния. Очень большой праздник, жертвоприношение. И, как сказано в книге, плач и ликование слились в один гул. Ну, то, что ликование, это понятно. Но плач, это плач тех людей, которые помнили величие первого храма. Вот, понятно, что это были, вот, либо подростками, либо, вот, буквально в отрочестве, в детстве своем. Но они помнили великолепие первого храма, и они не могли сдержать слез, видя, да, радуясь, что храм построен, но видя, что насколько ныне умален вид, величественность этого нового храма. И действительно, если мы сравним, вот, по изобилию золота, серебра, первый и второй храм, конечно, они, ну, отличаются, как небо и земли. Но зато второй храм постоял на 200 лет, больше, чем простоял первый. И действительно, в определенном смысле, с определенными оговорками, можно сказать, что слава второго храма больше славы первого храма, потому что по его сводами в нем был, находился, учил, совершал какие-то действия Господь Иисус Христос. И это не случайно. Действительно, вот эта внешняя величественность, внешняя изобилие, она очень часто мешает, не дает возможности расцвести духовному, внутреннему содержанию. Оно, привлекая, внешне всегда торжествует за счет внутреннего. Это есть такой закон, применимый к духовной жизни человека. Очень часто он работает и, так сказать, в области общественной жизни, в области социальной жизни, в области культурной жизни. Очень часто такая же закономерность наблюдается, как и в духовной жизни человека. Чем убожественнее внешнее содержание, тем порой более величественное, красивое, более яркое и сильное духовное, внутреннее содержание. И очень часто вот в храмах, которые внешне могут не производить впечатление. На самом деле струится очень сильный поток духовной жизни. Крепкая община, молитвенники в храме, чудотворные иконы и так далее. И бывает наоборот. Вот такая закономерность проявилась и во втором храме. Он внешне был более убогим, но внутренне он гораздо больше способствовал сплоченности народа, гораздо больше способствовал ревности народа об исполнении богослужений, тех безобразий, которые происходили в первом храме, во втором никогда не было. И вот через некоторое время после освящения храма в город Иерусалим приходит Эздра со своей, со второй партией израильтян, которые решили выйти из пленного Вилонского. Эзда приносит очень много книг, он очень авторитетный человек в израильской среде. И вот приходя в Иерусалим, понаблюдав совсем недолго жизнь жителей Иерусалима, он подходит к храму, разрывает свою одежду, посыпает голову пеплом и просто сидит, плачет. Он ничего не говорит, он не обращается никому ни с какими пламенными или пророческими речами. Он молча сидит, плачет, посыпая голову пеплом и неожиданно к нему начинает собираться вот все множество израильского племени, в основном старейшины, люди вот отмеченные какой-то печатью власти или богатства. Приходят, сходятся, образуется большое скопление народа вокруг плачущего Эздры. И когда он видит, наблюдает, что толпа собралась действительно серьезная, внушительная, тогда он возвышает свой голос и упрекает жителей Иерусалима, почему они взяли в жен дочерей иных народов, почему они взяли в жены иноплеменниц, что Господь запретил это делать. И он указывает вполне справедливые примеры о том, как иноплеменные жены очень быстро развращали мужей и склоняли их к идолопоклонству. Если уж великий Соломон не смог ничего противопоставить, хотя был мудрейшим человеком на земле и не смог устоять против соблазна, которому склоняли его многочисленные жены, то тем более ныне жителям Иерусалима, которые так весьма скудны, умалены, не имеют ни силы, ни власти, ни оплота никакого вокруг себя, единственная оплота их Господь, и поэтому они должны ревностно и очень скрупулезно исполнять все те постановления, которые предписал Господь. И поэтому они должны отпустить жен своих иноплеменец, иначе никакого блага им, вернувшимся из плена, не будет, но все повторится вновь и вновь. Жены их развратят, они станут идолопоклонниками, и снова это место от них будет отнят. И никто, никто не возразил, никто не стал спорить, никто не стал показывать свою власть, никто не стал пытаться вот какими-то деньгами что-то подкупить, хотя Ездра формально не имеет никакой власти над этим народом. Он не царь и не первосвященник, он даже не пророк, но его знание закона, вот, и его аргументация, она действительно была ясна и убедила всех находящихся в Иерусалиме, что действительно они пришли сюда, чтобы восстановить царство израильское в завете с Богом. И поэтому должны исполнить все заповеди, не исполняя их, они ставят под вопрос возможность восстановления израильского государства. И поэтому они, хотя, наверное, и неприятно им было, и болезненно, но они сделали так, как сказал им Ездра. Вот те плоды плена, вот тот новый народ, который вернулся из плена Вавилонска. У них действительно изменилось отношение к Богу. Они понимают уже действительно всем, вот всей своей душой понимают, что построить нечто значимое, возродить хоть какую-то силу Израилева, они могут только, сохраняя верность и завет с Богом.